Подружки, привет! Мы тут сегодня снова подсобрались в Grand Tech Speed. Арсик с Рэмом уже пошли до машины, чтобы, в общем, не задерживать наши планы. Я тут обзавелась кофейком, кукурузинками, и мы поедем снова в торговый центр. Блин, это, конечно, мне кажется, уже вот просто нам больше делать в жизни нечего. Но я теперь мама ребенка, который ходит в сад, и в саду начинаются задачи. Сегодня мне прислали сообщение и сказали, что у нас в понедельник будет праздник осени. Что значит праздник осени, я не в курсе. Я надеюсь, что это не Хэллоуин, а не что-то типа того. Ну, в общем, я должна ребенку купить чешки. Он у меня ни дня в жизни не танцевал, но чешки, очевидно, нужны. Поэтому мы сегодня поедем за чешками. Снова нужен праздничный наряд. И так как он уже был в своем праздничном единственном наряде, который я ровно так же купила, вот прям за день до садика он уже там был, фотографировался, поэтому мне нужен новый праздничный наряд. Так что мы едем снова в магазин и, в общем, будем искать ребенку чешки и праздничный наряд. И что у нас в целом по садику? У нас, получается, 4 дня мы ходили в садик, и все эти 4 дня ребенок вроде бы, за исключением одного, очень хорошо даже там справлялся со своими задачами быть счастливым. Только один день позвонила мне воспитательница и сказала, что давайте ребенка сегодня заберите чуть раньше, не по плану, просто потому что он сильно плакал. Но в любом случае, когда я пришла, это был, по-моему, второй день, наверное. Я пришла, он уже был вообще в норме, игрался, и все у него было отлично. Но мы не стали как бы его оставлять. Все-таки адаптация, адаптация, месяц она занимает. Поэтому, собственно, я его забрала, но, получается, через 2 часа. Все остальные дни абсолютно нормально, и вчера он был там опять до 12.20. То есть мы его забрали после обеда и перед дневным сном. И все вроде отлично. С утра Арси его отводил, он чуть-чуть прям поплакал, но вообще незначительно, быстро успокоился, и в целом, ну, как бы, Арсик спокойно ушел, и все нормально. Что у нас дома? Ну, дома я не могу сказать, что он более капризным стал, хотя с садиками это была бы нормальная история, что дети становятся намного более капризными. Короче, ведет он себя пока ровно так же, как и обычно. На горшок ходит и без каких-то супер истерик. Мы обходимся и надеюсь, что в будущем он так и будет. Но в целом мы-то готовы, что он может и поистерить, и может и покапризничать, и может и нас поколотить. Поэтому, в общем, мы к этому готовы. Главное, с питерской погодой, что нас беспокоит, это, конечно же, возможность простыть, сопли и прочее. Я очень надеюсь, что с нами этого не приключится. Папа вон выехал из парковочки. Поздороваемся. Главное. Рыбик, скажи подружке привет! И, кстати, в комментариях вы у меня спрашивали, какой у нас садик, государственный или частный. Потому что он очень классный, очень какой-то современный, новый и бедовый. У нас государственный садик, мне частный. И, в целом, мы в него попали ровно так же, как и все остальные люди попадают посредством очереди, которая до нас, слава богу, вовремя дошла. Мне кажется, самое главное в эту очередь вставать сразу после рождения малыша. И как только вы получаете регистрацию и прочие нужные документы, тут же и сразу вставать в очередь. Так что с грантом мы сделаем ровно так же. Из тех вопросов, которые вы мне задавали, готовила ли я Рэма каким-то образом к садику заранее. В целом, конечно же, мы готовили ребенка ровно так же, как и любому другому этапу. Горшку и так далее. Мы показывали ребенку садик. Каждый раз, когда мы проходили мимо этого садика, это практически каждый день. На прогулках мы показывали, что там детки, и Рэм будет там играть. И более того, он часто сам показывал этот садик и хотел туда попасть, и туда поиграть, и так далее, и так далее. В общем, конечно, в два года, но трудно что-то там ребенку объяснять и как-то понять, понимает он или нет. Скорее всего, не понимает. Просто повторяешь одно и то же раз за разом, и ребенка таким образом готовишь. Плюс ко всему, что касается рождения второго малыша. Но здесь история такая. Естественно, что в идеальном случае ребенка нужно отвезти в садик до рождения второго малыша. Нужно посвободиться о том, чтобы он там не болел, чтобы иммунитет и прочее, прочее, прочее. Нужно ему объяснять и так далее, и так далее. Но жизнь есть жизнь. И в жизни, как бы, сами понимаете, я уверена, что у вас ровно так же. Но не получается вот эта идеальная картинка, или чаще всего она не получается. Во-первых, второй ребенок, когда он, как бы, решил появиться на свет, тогда он появился на свет. Естественно, мы планировали зачать его раньше. Естественно, мы хотели, чтобы Рэм с ним побыл хотя бы несколько месяцев, чтобы он родился как минимум в апреле. И лето он был со своим братом. И вот уже после того, как летом он там поел фрукты, овощи, солнце и все остальное, он пошел спокойно себе в садик. Этого не произошло. Мы зачали ребенка таким образом, что он у нас родился в сентябре. И мы были в Риге. И то очень хорошо, потому что он побыл целый месяц, даже с лишним, с нами вместе, и мы не отдали его сразу в садик. И что касается там любви к ребенку, чтобы у него не создалось впечатление, что второго младшего любят больше, чем его, что от него отказались, его просто тупо сдали. Знаете, ну, мы в нашей семье об этом заботимся, в принципе, ежедневно, вот всю жизнь ребенка. Мы постоянно ему говорим, насколько мы его любим. Мы смотрим ему в глаза, мы его обнимаем. У нас постоянный тактильный контакт с ребенком. Мы уделяем ему внимание. То есть мы постоянно, постоянно находимся в тесном контакте с ребенком. То есть у нас нет ситуации, что мы его вот посадили в комнату, давай играй сам, от нас отвали. Такого вообще нет. Поэтому в нашей семье, ну, как бы и сейчас, вот с рождением второго, я не вижу, что у Рэма есть какие-то, какие-то выпады или какие-то признаки того, что он чувствует себя отвергнутым. Вот вообще нет. И даже когда ночью он к нам приходит, мы его берем к себе, и если мы видим, что ребенок действительно хочет остаться с нами, ему некомфортно, там, например, спать в своей кровати, мы его у себя оставляем. И мы постоянно у него спрашиваем, что он хочет. Мы пытаемся с ним общаться. И насколько он может, он нам сообщает о своих желаниях и о своем настроении. Поэтому здесь, отдавая ребенка в сад после рождения второго, ну, мы не ощущаем, что он каким-то образом ущемлен или чувствует себя ущемленным. И здесь, мне кажется, действительно общение между родителями также ребенку должны показывать, что мы любим друг друга. И мы уделяем внимание друг другу, и мы не пренебрегаем, и уж тем более не сплавляем друг друга с появлением нового члена семьи. Поэтому тут, по этому поводу, пока мы не волнуемся, и ребенок тоже чувствует себя абсолютно нормально. Что касается соплей, понятное дело, что он будет болеть. И тут уже не важно, отдадим мы его сейчас в два года или отдадим его в следующем году. Ну, то есть разницы никакой. Первый год или полгода нахождения ребенка в детском саду, он будет болеть, он будет хватать вот эти все бактерии и заразы. И тут никоим образом ты вот от этого не избавишься. Просто вопрос, сейчас это сделать или через год? Ну, я считаю, что разницы никакой, сейчас или потом. Единственное, что здесь я вижу плюс, что ребенку будет намного-намного интереснее в садике. Потому что, действительно, я больше времени сейчас должна уделить младенцу, хотя бы только его кормить по требованию. Это очень много времени в течение дня. И, следовательно, я понимаю, что в садике со всеми играми, с вниманием, там, я не знаю, с детками, игрушками и прочими занятиями, он, ну, просто ему будет интереснее. А не просто маяться и постоянно слышать мое «Рэм» нет, «Рэм» нет, «Рэм» посиди, «Рэм» сейчас, «Рэм» сейчас, «Рэм» сейчас. Но это тоже, ну, как бы лучше ли? Нет, не лучше. На комментарии уже, на мой взгляд, от комментаторши, которые начинают. Вот, отдали ребенка в сад, ему мать нужна, в саду никого не нужен. Господи, баба, угомонитесь вы уже. Давайте, опять же, вот призываю всех, пожалуйста, позвольте каждой маме сделать свой выбор и каждой семье делать так, как она считает нужным. Если вы считаете нужным для вашего ребенка, чтобы он у вас был на груди, чтобы он у вас был рядом с вами, чтобы он спал с вами, чтобы не спал с вами или не был на груди, или ходил в сад с трех, или ходил в сад с девяти, делайте вы что угодно. Мне, вот честно, но не то, чтобы плевать, нет, это, наверное, неправильное слово, а это не мое дело, и я не вправе вам что-то говорить. Ровно так же, как и вы не вправе мне сейчас говорить, что вот, отдала в сад, мать ему нужна. Да и хочется сказать, ёб твою мать, моему ребенку мать нужна, она у него есть. Но так же он себя прекрасно чувствует и в саду, поэтому давайте будем позволять друг другу делать свой выбор и строить свою семью, свой быт и свои передвижения, так как каждая из нас считает нужным. И давайте поддерживать друг друга в том, что мы вправе делать этот выбор, чтобы мы чувствовали себя хорошей мамой, делая этот выбор. Не нужно гнобить друг друга и не нужно непременно каждый раз выражать свое супер важное мнение по любому поводу. Если это мнение негативное, если это мнение не созидает и оно не приносит пользу, и более того, оно портит настроение другим мамочкам, которые и так уже переживают по поводу развития своих деток, пожалуйста, держите это мнение при себе. Вот вы считаете, что ребенку нужно отдавать в сад с трех, например. Я считаю, что с двух отдать тоже окей. И вот объясните мне, кто из нас прав? Вы правы или я права? Вот если вы скажете, что вы правы, да я вам приведу 500 миллионов доводов, почему я права. Если я скажу, что я права, вы приведете 500 миллионов доводов, почему вы правы. Поэтому мне кажется, что в мире жизнь будет окей, если и я буду права, и вы будете правы. И все мы будем делать так, как мы считаем нужным по отношению к своему ребенку, и не будем друг друга воспитывать. Мне кажется, так легче даже жить. Все, а мы поехали за чешками. Здесь, очевидно, все готовятся к локдауну, и поэтому вся парковка в красных огоньках. Вот просто свободных практически нет. Это означает, что народу там дофига. Ну ладно, мы в масках быстро найдем то, что нам нужно, и валим обратно домой. Да, Грантик? Эй, ты что, проснулся тут у меня? Привет! Скажи подружке, привет! А еще мы с Арсиком очумелые ручки. Смотрите, вот эту клипсу ладишную, красивую, эта голубая у нас с зайчиками, мы прицепили на соску Авент. Эти прицепки, они в принципе предназначены для сосок Алади, но резинка очень классная, оделась и на авентовскую соску. Поэтому, вот теперь у нас малыш вот с такими ушками зайчика. И соска падать у тебя не будет, да? Сейчас мы тебе ее сюда и прицепим. Молодец какой, господи! Ну вот, отлично, есть ребенку чем заниматься, катить брателлу. Да-да, извините, помешала тебе, да? Ну это я вот, чтобы ты вот не уехал в людей. Да подожди ты! Слушайте, еще не разрешают вообще его трогать. Извините, пожалуйста. Молодой человек, нам вот в ту сторону, давай туда. Вон туда нам нужно. Вон, смотри, вон туда. Так, быстро рубашки вычинами. Берем белую, берем голубую. Рубашки есть. И еще для банкетов белая рубашка с галстуком. Отлично. Штанцы мы не нашли никакие, поэтому мы сейчас зайдем еще куда? Зайдем за чешками. Я думаю, что штанцы мы что-нибудь дома найдем, в гардеробе своем. Из всех ублюдских мы нашли самые нормальные и только белого цвета, потому что черных нет. Но зато у ребенка теперь есть дрель. Да? Свою старую куда-то мы подевали, то ли у нас друзья забрали, то ли я не помню, куда мы ее подевали. Ну, в общем, теперь у нас настоящее бош, и можно сверлить. Ну и в белых чашках выплясывать. Мы увидели мороженое, и теперь мы будем мороженое. Ребенок посверлит в холодильник. Мы сейчас будем выбирать. Ням-ням. Так. О, да. Прекрасно. Карамель я вижу с арахисом. Супер. Так, ну что, вот что мы купили по итогу. Значит, ребенку купили рубашки в очинами, их я показывала. Значит, вот голубая, такая же белая, и просто белая, но более классическая с галстуком. Почему мне понравились вот эти? Потому что у них прикольно подвернутые рукава, в садике очень тепло. В целом он может так и бегать. Если нужно, их можно отвернуть. И также вот эти, например, голубую рубашку можно надеть с синими джинсами, да и белую в принципе тоже. И с белыми чашками, которые, ну как бы странненько, мне кажется, на мальчике, будут смотреться неплохо. Ну, как бы окей, чашки-чашки. В общем, черных не было. 199 рублей в детском мире, ну и ладно. Фиг с ними, ну как бы пусть он там пляшет в них и с синими джинсами, белой или синей рубашкой, голубой. Тоже будет вроде бы норм. И папа еще нарыл вот такие вот цветера. Увидел с динозавром в очинами. Он тут как хамелеончик меняет цвет. В общем, вот ребенок сможет тоже радоваться. Он как бы Рэм показал этот свитер, и Рэм сказал, о да, этот мне нравится. Так что давайте мне все, что с динозаврами, сразу да. И второй свитерок этот. Я уже им это вручила, сказала, этот купите от матери. Вот такой вот, вроде типа шерстяной, но тоже с динозавриками. И тут они тут рычат, эти динозавры. Ну, в общем, вот такие вот штуки мы накупили. Ну, да, штанцы подберу, либо джинсы. Ну, скорее всего, какие-то джинсы подберу. В общем, сможет ребенок на праздник осени прекрасно таскаться. А сейчас я пойду посмотрю, как наши весы работают. Я хочу взвесить Гранта и посмотреть, что у него с набором веса. Потому что он у меня ест очень-очень подолгу. Но ночью, например, он последние ночи особенно встает только один раз. И я вот хочу взвесить, посмотреть, какой у него вес. Так, я себя могу торжественно поздравить. С новостью о том, что мой ребенок, младшенький, тоже начал спать по полчасика. И, по-моему, он продвигается по стопам своего старшенького братика. И планирую через недельку, я-таки, вторую, спать по минут 20. Так, ну что ж, впервые наши огувесы. Так, нолики есть, нолики есть. Ну, котенок, давай сейчас попробуем тебя взвесить. В последний раз он был 4200, по-моему. Я посмотрю и потом циферки напишу, сколько он набрал. Ну, так. Так, лежи. Так. Подожди. Давай, 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 лежи. Так. Ну и давай, Ростик, померим. Так. Тут такая история. Ты кладешь ребенка вот прям по эту линию. Подожди, нам нужно тебе положить вот так вот. Да, вот так вот. И мы выдвигаем ножку. Ты расправляй. Так, давай, 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 давай. Вот так вот, наверное. Ну, расправляй приблизительно. Ну, приблизительно 55, да, ты уже? Да. Ну, вот так и может быть. Да, котенок, смотри, Грант, какой у тебя. Уже большучий малыш. Слушайте, ну классные весы, очень прикольно. Кто-то из вас меня в комментариях спрашивал, зачем мне дома весы, если у педиатра ребенка взвешивают. Ну, тут ответ очень прост, что взвешивают его раз в месяц, а ребенок должен набирать вес каждую неделю. Когда грудное вскармливание, то, естественно, лучше видеть и контролировать этот процесс. Например, с Рэмом у нас была история в 3 месяца, когда он перестал набирать вес, и мы поняли, что он неэффективно сосет грудь, и, следовательно, не получает свое молочко, и, как я уже сказала, перестал набирать вес. И это нужно ловить своевременно, чтобы он не начал терять этот вес. Это очень важно в этом возрасте. И, следовательно, в этот раз я и решила заказать вот такие вот весы, которые помогут мне отслеживать и постоянный набор веса ребенка, и его рост. И, в общем, даст мне спокойствие, чтобы я понимала, что молока у нас достаточно, молоко жирное, ребенок его получает, и, в общем, все у него в порядке. Первый месяц, как я уже сказала, это очень-очень важно. Вот для этого мне весы. Да, котенок? Ну, ладно, все, сейчас мы посчитаем, сколько ты у меня тут набрал, и пойдем погуляем, пока еще наша осенняя погода нам позволяет. Брателлу твоего оденем, и с папой пойдем погуляем, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, ну все, нагулялись, да, котенок, намылись? Теперь у нас тут наш драконище ест ужин, да? Ну и второй матютик тут лежит рядышком, да? Да, мы тебя тут придвинули к себе, ау, чего зайка? Ну да, вот это дракон! Хочешь показать подружкам дракона, как дракон рычит? Аааа, ну вот все правильно! И тут второй маленький дракоша тоже рычит, да? Ну ничего, уже тоже ко сну потихонечку готовится. Мы поели, почистили зубы, и кстати, у нас еще одна новость. Этот молодой человек взрослый и большой, не только потому, что он отправился в детский сад, а потому, что у нас лезут зубы. Вот почему мы сопливили все эти дни. У него два верхних зуба, они лезут. То есть это последние четыре мы ожидали, два сверху, и еще у нас, значит, должны пойти два снизу, да, котенок? И все, мы с тобой совсем большие, и до школы уже до потери молочных мы можем о зубах наших забыть и расслабиться. На сегодня мы все. Ремик отправляется в ночное свое плавание по снам, а мы с Грантиком пойдем купаться. И буду также Гранта укладывать. Это, конечно, долгий процесс. Я думаю, что до 10-11 мы не уложимся. Включаем твою черепаху. Дынь-дынь-дынь. Музончик тебе. Сюда ее поставим. А у Грантика здесь вот такой вот матик. То есть мы повесили все наши игрушки, но как-то он не заценил сегодня эти игрушки, начал просто орать. В какой-нибудь из дней сниму и покажу вам, как мы тут с ним играем, если он позволит, конечно же, если будет в целом играть. Все, котенок, давай, пойдем спать. Скажи подружке, пока. Ладно, дракоша, пойдем. Все, подруги, чурю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok